Микс Ньюс Добрый день, в эфире программа «Встретились, поговорили» Я ее ведущая Евгения Шафранык И сегодня мы встречаемся и говорим с актером Андреем Чадовым Добрый день Добрый день Завтра в Рижском доме конгрессов будет спектакль Водонжанский список В принципе, это был повод встретиться С чем вы приехали, на чем сейчас работаете помимо этого спектакля? Приехал с этим спектаклем Это понятно, о чем он? О чем он, о любви, конечно О любви, о вечной проблеме, любви Отношения между мужчиной и женщиной В двух словах вот так А помимо спектакля, на чем работаете сейчас? Есть какие-то кинопроекты? У меня еще есть два спектакля Хочу взять третий Подумываю, потому что слишком много накопилось И не всегда можно совмещать съемки в кино со спектаклями Потому что очень много переездов Что больше нравится? Хороший вопрос Раньше нравилось кино Но сейчас какая-то проблема со сценариями, что ли Не знаю, с чем проблема В театре ты можешь выбирать пьесу Да, можешь выбирать то, что тебе нравится сам Или предлагаю тебе Дромтургия намного лучше, чем в кино Сейчас в кино в основном Ну, не очень интересно на самом деле А в театре Я вообще, как это сказать, после института не выходил ни разу на профессиональную сцену На 15 лет я не выходил Я вообще для себя театр закрыл И два года назад только вот мне сделали предложение Я, прочитав пьесу, понял Я прожил какие-то моменты из этой пьесы Я понял, про что она То есть попала в меня роль И я согласился, хотя был страх Я помню, попросил репетиции 10 Чтобы дали мне понять возможность Могу я или нет Потому что театр Это вообще другая профессия Там другие законы Это не кино Кино это вот Камера перед тобой А сцена театральная Еще когда на тебя билеты покупают То есть ответственность громадная У меня пошли на встречу Все получилось, слава богу И поэтому сейчас уже у меня по 15 спектаклей в месяц Вообще, мне кажется, что съемка кино Это 90% ожидания Пока камеру поставят Пока актеры сменятся 95% Все время сидишь и ждешь А потом вот эти вот Три минуты работаешь И опять два часа сидишь Тоже есть разница Кино, да Кино, потому что снимается полторы-три минуты в день А если это сериал То сериал рознь Бывает, что тебе некогда даже Не извиняюсь, отойти То есть идут нон-стопом съемки Нон-стопом, да Если там ставят в день 20 минут Съемочного материала То это очень много Ну 20 минут вы имеете в виду уже готового материала Готового, да Материала, да Если в кино это 2-3 минуты в день То в сериал это С ситкома я вообще молчу Там 40, по-моему Там серия в день снимается Это сколько часов съемочных? Так же 12 Так же 12 Это же не технику Так же 12, как и в кино Да, только Я имею в виду Только меньше ждете В Голливуде 8 Там все К людям по-человечески относятся А у нас 12 И то часто переработки и прочее Но театр, в отличие от кино Это все-таки такая Немножко другая движуха Это постоянные репетиции Плюс еще, собственно, спектакли Которые идут Во-первых, не надоедает ли играть одно и то же? Да И насколько, может быть, после кино было тяжело переключиться Как раз вот на театральную сцену? Ну, тяжело, конечно Но я с детства в театре Когда мы репетировали, значит, первым спектаклем Артист Александр Наумов говорит А ты, когда выходишь на сцену впервые Ты постой, выйди встань В зал посмотри Я говорю, зачем? Ну, тебе хлопать будут Я говорю, да ладно Когда был премьер, я вышел Во-первых, конечно же, дрожал за кулисами Но когда я вышел, как домой вернулся в детство И мне хлопали То есть меня встретил театр с любовью в этот раз Потому что, когда мы учились в институте Начали сниматься с братом Сложности были с учебой И поэтому любовь к театру как-то она поугасла Вот, а второй вопрос какой-то В чем разница? Ну, в этом и большая разница между театром и кино Потому что в театре, во-первых, одинакового спектакля не бывает никогда Это живой процесс А во-вторых, работа над ролью не заканчивается тоже никогда Ты постоянно в процессе улучшения Это тоже кайф определенный Потому что в кино ты выдал и все И забыл Все это запечатлило Ты уже не можешь сделать лучше Десять лет проходит, я смотрю, там кино свое старое Думаю, сейчас бы я это сделал так А это так В театре такая возможность есть И это круто Но, с другой стороны, каждая роль Особенно, если это роль как-то уже прошедшая роль Ты тоже воспринимаешь немножко там иначе с возрастом Абсолютно Да, но вот если ролик, который вы сейчас смотрите Думаете, ай да я, ай да молодец Или наоборот Хватайте за... Ай да я, ай да молодец Да, или ты за голову хватаетесь Думаете, боже мой, что я несу Зачем я это делаю Да, да, да Что чаще бывает и бывает ли вообще Ну, нарциссизмом я не болею, это раз Так это же здоровая критика к себе Критика здоровая абсолютно есть Круто я сделал, прям молодец Ну, не знаю, я перфекционист в этом смысле Мне всегда хочется лучше А вот не стоило бы сниматься в этом проекте Да, такое часто Даже не в проекте Когда вы смотрите о том, как вы играете своего героя Да И бывает именно, когда вы смотрите уже на то, как вы сыграли Вы думаете, нет, ну прям смотреть стыдно вообще Я вообще, нет, прям стыдно Я, в принципе, не могу на себя смотреть Я не пересматриваю свои фильмы Это с чем связано? Не нравится? Мне странно себя видеть на экране Вашу маму и там, и тут показывают Ну, типа того Ну, нельзя, как это объяснить Вот есть люди, которые умиляются собой Видят И даже если там не важно, какой проект У меня немножко другое С одной стороны, да, конечно, приятно, что тебя показывают А с другой стороны, какое-то странное испытываю я чувство Даже не знаю, как это назвать Поэтому я не пересматриваю Вообще легко считываете успех в зале? Особенно, если мы говорим о театре Или, например, когда не зашла роль Или, может быть, именно спектакль весь не зашел Он висяко бывает Зрители тоже по-разному воспринимают Конечно Это сразу чувствуется? Я вообще чувствительный очень человек И сразу чувствую, да Дыхание, зало Это очень чувствуется А если сразу не зашло, что делаете? Тяжело доигрывать? Тяжело, да Вот у меня был случай, когда Мы в Эстонии год назад играли спектакль Какой-то город маленький Прям вот Тарту, может? Какой-то их Что-то там Не важно, не важно Очень маленький, очень маленький городок Начали бы что-то по-немецки говорить Ну да ладно Ихвин там чего-то Хорошо, пусть это будет маленький эстонский город И контингент зала был такой За 50 А у нас такой молодой спектакль Такой молодежный И весь первый акт Я понял, что Мертвая тишина У нас там Драмедия и драма и комедия Но больше комедия Мертвая тишина И вот я не знаю Какими мы там усилиями Или что-то собрались Второй акт Как-то мы дожали их Но бывает разное Бывает разное Бывает абсолютно Не хочется после этого сказать Да ну Уйти из профессии Вообще заняться чем-нибудь другим Не знаю Там Бренд какой-нибудь Уйти Из профессии Непростая профессия Однозначно Но она непростая Потому что она нестабильная Она непростая Потому что Да Только из-за этого Или есть целый там Спектр факторов Спектр Огромен Ты ждешь постоянно чего-то Ты от кого-то завид Ты очень зависимая профессия Для мужчины Это очень тяжело Я Человек Дело Действие Сейчас фраза из спектакля Кстати Вот Мне нравится Я собрался Взял и сделал А когда ты не понимаешь Что ты откуда-то зависишь Это очень тяжело И ты постоянно Профессия ожиданий Ты постоянно ждешь Ждешь твои роли самые Ждешь потом на съемочной площадке Когда тебя позвольте на площадку Потом ждешь выхода фильма Потом ждешь Когда там И ждешь 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 Можно как Рената Литвинова Написать сценарий Самой сняться Самой срежиссировать Да Что я сделал С друзьями Мы сняли свое кино Да Вот я как раз про это читала Как И вы его показывали Я знаю Что он в Америке В Америке Да Ну в России Он никому не нужен Оказался А в Америке А в Америке Прекрасно прошел И на Монреальском кинофестивале Даже перед голосом А денег за него получили? Денег? Да Или такой любительский проект Нет, это абсолютная благотворительность У меня была Серьезно Я думаю, что Этим даже немножко Интереснее заниматься Конечно Нет, просто позвонил мне Молодой парень И говорит Слушай, есть сценарий Я его прочитал И понял, что за последние Там 10 лет Ничего круче я не читал Ну это просто грех Было не сняться И потом мы начали Доделать вместе кастинг Позвали Васильеву Прекрасных артистов И это была чудесная работа Понятно, что она была В каком-то смысле Дебют же правильно Конечно, где-то там были И минусы в этой картине Но в целом Она заняла там По-моему, в Лос-Анджелесе Или в Лас-Вегасе Лучший фильм Не помню Где-то в Лос Примерно как в Эстонии Это в Америке Чего-то где-то Где-то в Америке Окей Есть актеры, которые Свою роль проживают от и до Им очень сложно выйти Из этого состояния Вы про Смоктуновского? Это смешно Нет, не только Ну почему? Есть много актеров Которые действительно Они все время внутри Вот этого В свое состояние Поэтому они Такие вещи С надрывом Есть актеры Которые воспринимают Свою роль Как часть работы Это их профессия Вот вам какая ближе Сторона? Мне ближе Когда отыграл И забыл Но я вполне допускаю Что Чем сложнее роль Тем больше Ты в нее погружен И ты сам Уже не замечаешь Как ты Живешь Этим персонажем Утаскивать его домой Но это происходит Несознательно Просто это можно увидеть Со стороны Я так Сужу по брату Когда играли бандитов В одном сериале То есть какие-то Бандитские замашки Вот как Стиль Как говорит человек Утром проснулся Все быдло Да Ну не Не прям так буквально Но это тонкие моменты Конечно Конечно влияют Роли И вообще В принципе Роли оставляют Отпечаток На человеке Я уверен Но Ходить как Князь Мышкин Там С Муктуновский После спектакля Ну это Наверное Странно Если же так Прям буквально Вы как раз О брате заговорили Я не буду там Спрашивать про соперничество Потому что Вас это спрашивают Каждый раз И этим уже Наполнен интернет Самыми разными Вариантами ответов Глупейший вопрос По-моему Да Но мне ужасно интересно Потому что Например у меня тоже Есть сестра И мы с ней Совершенно разные Вы выглядите Ужасно одинаково Но что у вас Действительно Похожи Вы вот прям Шерочка с Машерочкой А чем вы Радикально отличаетесь И это даже Может быть удивительно И для братьев Это не свойственно Я не встречал Братьев одинаковых Даже близнецов Сестер Но чем-то же Вы похожи очень А чем-то не похожи совсем Внутренне вы Имейте ввиду Ну внешне мы можем Увидеть различия Внешне тоже мы Разные на самом деле Просто Внутренне мы Абсолютно разные Полярные Я даже сказала То есть А как это объяснить Я не знаю Всем Восприятием Мировоззрением Отношением к жизни Отношением к любви К дружбе К братству Ко всему Разные Нам нравятся Разные фильмы Очень редко Они совпадают Музыки Музыки мы ближе Как-то Нравится нам одно До хреботы До хреботы Спорите Отстаиваете Говорит Тебе лучше Сделать так Сейчас бабушка Счастье Счастье Счастливое время Вот я не знаю Са собирались До занятий Сколько это было Трепетно Отношения И он нас поглотил Полностью театр То есть у нас была школа Потом Все оставшееся время Это было театр Солнцево Дворовые Вот эти все истории Мы все Это все прошло Мимо Потому что Нас поглотил Именно театр детский Поэтому Это счастье Но И все равно Господь спасает Как-то Дети они более Видимо Еще недалеки От рая Хочется в это верить Поэтому Когда погиб отец Как-то это Не осознавалось Что-ли В 6 лет То есть Не было трагедии В трагедии были Близкие Родные И взрослые люди Вот Так что Детство это Очень круто Детство это Дедушка Это лыжи Это Казахстан Летом Это рыбалка Там Какую палку Кинешь в озеро Там Поймаешь рыбу То есть Это фрукты Это Ну это очень круто В одном из интервью Очень трогательно И очень так Тепло Рассказывали О своем отце Как раз О том Что ему нравилось И как возможно Он привил вам Эту любовь К искусству Вот Если так Оглянуться назад Это действительно Было ли так Или в этом Есть какая-то Все таки Доля Ну такой Романтики Ностальгии Я говорю Как было все Я даже помню Эту Как они назывались Так где в квартире В каждой комнате Жили Коммуналки Коммуналка Помню эту коммуналку Нашу комнату Этот Диван Как мы с братом Мне два года Леша Кот И помню Музыку Пинг Флойда Бобины Нет Это я не романтизирую На самом деле Так и есть Просто действительно Я считаю Что Детей можно воспитывать Можно не воспитывать Все равно Они впитают то Все что от тебя Вот как ты себя ведешь Что ты слушаешь Себя нужно воспитывать Прежде всего И вкусы И все Прививается с детства Если там Где ребенок Будет смотреть С мамой Дом-2 Ну понятно Кто из него вырастет Согласна? По Данаю Не важно Я имею ввиду Такие будут взгляды На жизнь На отношения На любовь На все На вообще На мировоззрение Не ну Я согласна Музыка Все же влияет Какую музыку Человек слушает Какое кино Он смотрит Общение Папа с мамой Это он сразу впитывает Общение между мужчиной И женщиной Все это влияет Потом на будущем На отношения С противоположным полом Если там в семье У девочки Не было отца То это сразу Какой-то комплекс И тоже будет влиять Это на Построение отношений Если у мальчика Не было мамы То это Все это очень сложно Психология Крутая штука Я знаю Что в доме В котором вы В детстве жили Вообще селили Неблагополучные семьи Это правда же? Да Как вы Два мальчика Которые увлекаются Искусством Театром Такие Немножечко заучки Наверное На фоне всего Всего Нет мы дрались Почему не заучки? Нормальные пацаны были Хулиганы То есть пришли из театра Там Шекспира поиграли И в бой Нет Морду никому не били Нет В театре нет А во дворе Нет Мы только защищались Нормальные парни Обзывали вас как-нибудь Что вот эти Из театральной В школе били Всякое было Сейчас нет желания Выпустить парня Подраться с кем Нет Ну почему нет Я это делаю Каждую пятницу Нет Сейчас нет Я очень люблю драться Как вы в пару Выпускаете Как расслабляетесь А если вот напряжение Достигло апогея Спортзал Бокс Пару пускаешь На сцене Все-таки бокс Да И на сцене Когда Если ты по-настоящему Включаешься И тратишься То ты как выжатый лимон После В спектакле Вот который мы Сегодня привезли Там можно выплеснуть Пожалуйста Площадка для Шикарная возможность Выплеснуть эмоции А что касается Вообще Раскрыться в роли Были ли роли Где это удалось Сделать по максимуму Или вы еще Все еще В том самом Неприятном состоянии Ожидания А Бывают роли Ну вот Живой фильм Да По максимуму Бывают роли Не по максимуму Ты все равно В ожидании Живой прошел Опять в ожидании Потом Во-первых Я никогда не мечтаю О ролях И не мечтал Ты просто живешь Проживаешь Некий отрезок жизни У тебя купится Некий опыт И роль Сама приходит В нужный момент Вот как вот Со спектаклем Было Где ты понимаешь Про что Вот То есть нет такого Вот бы мне Гамлета Нет У меня нет такого Может я Можно мечтать А может ты и не потянешь Может я не смогу Сыграть Гамлета Почему мне о нем мечтать Ну то есть У меня нет таких амбиций Я считаю Я вообще убежден Что не актер выбирает роли Это роли выбирает актеров Она сама Где-то в воздухе витает И приходит к тебе Фаталист Может быть Вы работали с российскими режиссерами С англичанами С американцами Вот В чем радикальное Различие Которое буквально На вскидку Можно так Вспомнить Наверное Очень профессиональный подход У кого? Ничего лишнего Вот Кого вы Ну я назвала Россиян Американцев У американцев И англичан У европейцев И американцев Очень профессиональный подход Тайм-менеджмент Или вообще в целом? Вообще все в целом Ты ни о чем не думаешь Главное Чтобы ты знал текст И был готов Всегда в любой момент Тебе В ротик принесут Там еду Отводят Придут Одинут Ты ни о чем не думаешь Все четко Тебе если вызывать на площадку Ты приходишь Сразу встаешь в кадр В принципе все так выстроено Что ты По большому счету Ничего не ждешь Ждешь конечно Но не так Да И там нет случайных людей У них А в российском Кинематографе Да Может быть Совершенно набран С улицы Какой-то человек И быть там Директором площадки Например Или ассистентом По актерам Это же тоже Некая профессия Ну вот Снимаясь в Америке Там точно так же Нужно долго ждать Тоже кино Это 95% Да Но как-то Это все легче Происходит Но там же еду приносят Мы поняли А с ней Это как Доктор-син Так больному Там все-таки Не 12 часов Рабочий день Поэтому в любом случае Легче Ты Ты уже Знаете После 12-го часа У тебя уже Ты выжито Как лимон Уже ничего не можешь играть Вы работали С Колином Фертом Нет Я с ним работал Я с ним познакомился В Англии На премьере Больше Бена Бега Дэн Бена Фильм у меня был Вот Он пришел на премьеру Просто подошел После фильма Сказался Как он Ну как он Такой хороший Очень высокий Очень простой Очень добрый А бояшка Очень бояшка По-настоящему Никакой звездной болезни Нет Я даже офигел Потом мне сказали Что это Колин Фертом Потому что я мало С ним ничего видел Не сразу узнал Но он очень простой И как бы Вот Никакой звездной болезни Как вот просто Ты встретил Старого друга Он год Год Фильм А у вас Звездная болезнь Была и есть Да нет У меня никакой Не было Нет Смотря У каждого человека Свое понимание Что такое звездная Что такое звезда Что такое звезда Ну как вот вы себе представляете Звезда Ну для меня звезда Это Майкл Джексон Масштаб другой А из живых? Ну для Нарди Капри Звезда Ну вы берете Окей хорошо Это в мировой Для меня это звездность Да Ну вы идете там По Москве идете По Тверской Узнают Узнают да Но у меня к этому отношения Мне даже честно говоря Не нравится когда меня узнают Я поэтому в очках везде хожу Когда кто встретит Андрея Чадова Не подходите Ему не нравится Нет Я дам с удовольствием Но там разные бывают моменты Когда ты идешь там С пакетами С продуктами Мне очень хочется Чтобы тебя при этом узнавали Ну мало Ну бытовые какие-то вещи Понимаете о чем я говорю Нет Я прекрасно понимаю Но если узнают То есть это уже какая-то Ты же потом живешь Нет Узнают так приятно Конечно Я знаю Вы так обычно ходите По Тверской Я просто не в курсе Вот Ну в очках В очках Но с батоном Если кто-то идет В солнечных очках И живет батон Скорее всего это Андрей Чадов Вот Поэтому у меня Понимание звездности Немножко другое И мне вообще смешно Выглядеть Смотреть на Людей Певцов Артистов Которые как-то Славливают Какую-то мировую Звездную болезнь Хотя Я за адекватное отношение К себе Хорошо Одиночество Для вас Наказание Или это Возможность Поплыть в уединении Это очень хороший Урок Для духовного роста Для каждого человека Я знаю О чем говорю Я 7 лет был В одиночестве У кого-то В разное время Приходит Это в разное время У людей У кого-то В старости У кого-то В молодости Но 7 лет Это много Да Но я не знаю Что не было вообще Никого Люди приходили Уходили Но чувство Внутреннего одиночества Оно было 7 лет Только я представила Как вы сидите В таком дзене Люди уходят Приходят Что-то происходит В медитации На самом деле Это очень тяжело Первые 3 года Привыкнуть к этому Но это очень крутая штука Для духовного роста Опасность в том Что ты по-настоящему Действительно потом Начинаешь любить Это состояние Ты влюбляешься В этот образ жизни И потом Когда уже У тебя появляется человек Тебе уже Как-то Ты такой Блин Я даже Не знаю Мне так кайфово Так все нравится Уже Никто мозг не парит Да Я как раз Хотела спросить Что после такого Большого перерыва Вдруг появляется Там девушка Которая ждет У вас дома А ты такой думаешь Идти или не идти А тут Можно было Вот так сделать А может быть К любви К свободе К одиночеству Ужасно привыкаешь Конечно Человек вообще К всему привыкает Ломка есть? Нет У меня ломки не было Я просто поймал себя На мысли Но у меня просто девушка Прекрасная Чудесная Ангелочка Поэтому Просто на мысли Себя поймал До нее Что такой И такой момент Есть Вот Просто начинаешь Кайфовать Я вообще думаю Что Ну как бы Когда ты Смиряешься И принимаешь Короче говоря В чем-то смысл Жизни человеческой Есть Быть счастливым Вопреки И стать счастливым Вопреки Вот Как глубоко Я сейчас копнул Да Ну вы спрашивали Вначале Можно философ стать Я говорю Нужно Вот у нас У нас процесс пошел Но вы То есть видите Когда мы Мы что-то там Цепляемся За материальное За отношения За любовь Что-то там Боимся Одиночества В страхе Это все Жизнь Нас окружает Всеми этими Эмоциями Чувствами Желаниями Но как только Мы сцепляемся За что-то земное От нас Отрывается Это с неимоверной Скоростью А как только Мы успокаиваемся Начинаем любить То что мы имеем Все остальное Как-то само собой Раз Раз И оно само собой Складывается Ну вот Представляете фраза Здесь такая Если хотите получить Желаемое Расхотите Это Но это очень Нельзя Буквально ее Воспринимать Это очень тонкий момент Не в смысле Расхотеть А в смысле Отпустить Расслабиться Думайте Что Жите с ощущением Что это уже У вас есть Спокойно Спокойствие Люди Спокойствие Да Но вот Судя по всему У вас отношения Уже больше года Насколько было сложно Взять и принять Какое-то решение Вот мы вместе Или там Мы съехались Или я не знаю Все сложилось Очень естественно Это просто Естественный процесс И у вас не происходило Состояние Востеренности Я не знаю Как будет дальше Но у меня впервые В жизни было такое Когда я впервые увидел человека У меня Душа отозвалась Я не знаю Как это объяснить Это любовь своего взгляда? Я почувствовал Нет Это не любовь Своего взгляда Это что-то круче Я почувствовал Что это мой человек Есть вещи круче Чем это слово Просто любовь Мы все ее так часто И много Ну кто-то реже Может говорим А не понимаем Для меня может быть Уважение Это круче Чем слово люблю Потому что мы кому-то Говорим Люблю А потом идем Изменяем Или предаем Понимаете Уважение Это круче Может быть С уважением Начинается дальше Любовь Фиг его знает Уважение Уважением А борщ Она вам готовит Я все прочитала Это ее чистый Позыв Позыв Человек Это не любит готовить Готовит борщ И вы приходите И цените Да И вкуснейшее Она делает Просто бомба Кстати Вот это нахождение В одиночестве Оно научило вас Оценить Какие-то такие Может быть Простые вещи В том числе и бытовые Которые Может быть Раньше Как раз таки Не приходило в голову Даже обращать на это внимание Оно научило меня Ценить вообще Каждую минуту Своей драгоценной жизни У меня было свойственно Состояние меланхолии Переменчивость настроения Каких-то вот Разочарований Я вся такая Противоречивая Ну не то же Как это объяснить Когда что-то случалось Я надолго расстроиться мог Вот Печалиться Печалиться? Да Позволял себе печалиться Охуйдите я в печали Вот То С возрастом Вот к сорока Я наслаждаюсь Каждой секундой Своей жизни Это большой кайф Конечно Всяк бывает Случаются неприятности Но это не длится Больше Двух-трех часов Негативные эмоции Я стараюсь И Я убежден Что Все всегда к лучшему Все и всегда Но тем не менее Какое-то время назад Вы как раз говорили о том Что вам пришлось пройти Через предательство Близких людей И не раз И не раз Да И вот после этого Вы как-то не были готовы Подпустить кого-то близко К себе И как-то довериться Это прошло 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 Или вы до сих пор Это прошло Но я не стою на месте Я стараюсь расти духовно У меня есть Мой духовный отец Батюшка И мы с ним очень много На эту тему разговариваем Вы верующий? Да Абсолютно Глубоко верующий человек Вот эта вера Скажем Она Я просто Ты в 16 лет Втонул в море Меня унесло в открытое море Восьмибальный шторм Я понял, что мы не одни Вы на этой земле А как вы спаслись? Чудом Мы спаслись Потому что Мы? Вы были не одни? Я был не один У нас было шесть человек Мне 16 лет Но еще было Четыре маленьких мальчика И наш художественный водитель Детского театра Так случилось И все И унесло И все Пропала земля Волны огромные Но это Пяти-восьмиметровые волны Представьте себе И я не знаю Ну как бы Я возмолился Молился Кричал Господи Помоги Спаси Прощался с жизнью Я так серьезно Я не знаю Как это объяснить Вера Это не вопрос знания Я не знаю Я почувствовал Я почувствовал Что-то Я не знаю Как это объяснить Вера Это вопрос Чувства Это понятно Но вы спаслись В тот момент Как закончилась Эта история Приехал Сначала Скутер Вообще Нас спасло то Что один Отец Одной из девочек Остался на берегу И когда мы исчезли На горизонте Он побежал Значит Там как-то Что-то Приехали спасатели И спасли всех Слава Богу Да Для чего-то же Это нужна была И ситуация Я из нее Я из нее сделал Не то что вывод А Я реально почувствовал Что Что-то есть Такое А когда А когда в жизни Происходили вещи Которые Ну вот Тяжело пережить Ну даже не пережить Но вынести тяжело Вот тоже предательство Или уход близких людей Тогда Тогда вот эта Вера в веру Она не Не становится меньше Например В разные периоды По-разному Бывает И меньше Бывает Ты ругаешься С ним Как с отцом Отношения Мы же ругаемся С родителями Блин Ну как Ну что ты там Представляешь претензии Конечно Абсолютный диалог Абсолютный диалог Что сейчас Хочется Сделать Чему научиться Чему не смогли Не успели Я очень хочу Может даже Отчасти мечтаю Встретить какой-нибудь Сценарий Прочитать его И Попробовать Его Сам как режиссер Снять Но Я понимаю Что Это нужно Что-то Что прямо Я загорелся Вот если я загорюсь То я доведу это до конца А сейчас Продюсерский опыт был У меня уже Не очень Мне Там мало Мало творчества В этом Но вот Именно Самому Поставить фильм Снять его Мне кажется Это круто Сейчас много сценариев На выбор Или как раз Их не так много Для чего Чтобы сыграть А мне как артисту Да Нет Не много А сейчас Хороших сценариев Вообще даже В мировом Кинематографе Нет Вы видели Последний Терминатор Он ужасен Он ужасен Хуже Терминатора Только Джокер Простят Меня Всех Кто ему Он красивый Он красивый Терминатор Круто Значит И мы еще Можем снимать Наше кино Не пытаться Пародировать Как они Нет Про людей История Вы не видели Этот фильм Я вам советую Вы посмотрите Текст А я посмотрю Ну текст У нас такая реклама Ради той сцены Ну вот Ради только А мне небольшой фильм Очень глубокий Да Смотрю Абсолютно неожиданно Я ничего про него не читала Кроме вот этой сцены Естественно И была приятно Удивлена Последний задам вопрос Мы будем вас отпускать Потому что я знаю Вы к нам сегодня Приехали из Эстонии Не из того маленького Городка Их 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 Я прям думаю Сейчас пойти погуглить Просто Откуда же вы ехали В одном из интервью Вы сказали Что жизнь вас помотала И вы стали кое-что понимать В ней Как помотала И что вы стали понимать В ней Мы уже об этом Все Все Мы подвели Мы подвели Не то чтобы Как бы Не то чтобы понимать Но есть некий опыт уже И слава богу Это кайф Кайф Когда ты уже Проходишь какие-то уроки Хочешь верить В то что ты их проходишь Потому что Зачастую люди Там Всю жизнь Через всю жизнь Проносят обиды Да Ну то есть уроки любви Прощение Это же великий урок любви Проявление любви Кто-то научится А кто-то нет Вы сейчас счастливый человек? Абсолютно А то вы немножко грустно сидите У нас Ну 5 часов ехал А еще завтра играть Что-то я хотел сказать Что-то хорошее только Мы в прямом эфире Да абсолютно счастливый Самое главное счастье Для человека Знаете какое? Быть здоровым Когда ничего не болеет Залейся счастьем Это с возрастом приходит Ощущение Утром проснулся Суставами подкрепил Ничего там не скрипит Вот уже хорошо Да? Вот уже и день удался Конечно Для счастья нужно мало Быть здоровым Это уже много У нас в эфире была передача Встретились, поговорили Я ведущая Евгения Шафрана В гостях у нас был Прекрасный актер Андрей Чадов Завтра 9 ноября В Рижском доме конгрессов Будет представлен спектакль Его дунжанский список В котором Андрей играет Одну из главных ролей Так что билеты еще есть Их правда немного я знаю Эфир у нас У нас передача заканчивается Эфир продолжается Хорошего всем дня Всем до свидания